всем привет вы на канале страна для жизни перед началом выпуска хотел бы напомнить о том что стоит сделать для продвижения видео в топ подписка лайк комментарий ведь вместе мы делаем огромную работу итак сразу к новостям начнем мы пожалуй с новости о том что лукашенко признал участие войне в украине приведу цитату что касается нашего участия в специальной военной операции украине мы участвуем там мы этого не прячем но мы никого не убиваем мы никуда не посылаем своих военных мы не нарушаем свои обязательства заявил нелегитимно на совещании по обороне чтобы вы понимали степень маразма ранее на этом же собрании он сказал украина парится что беларусь может вступить в войну но сама постоянно провоцирует на границе по его словам киев стянул белорусской границы 15 тысяч солдат и устраивает там блокпосты и огневые позиции в то же время министр обороны польши заявил что на беларусь нужно давить также как и на россию министр обороны страны мариуш блащик высказал мнение что за войну на территории украины белорусские власти должны нести ничуть не меньшую ответственность чем россия приведу цитату руководство беларуси стоит рука об руку с россией и поддерживают агрессию в отношении украины заявил мариуш блащик литовский департамент госбезопасности задержал местного юриста за сотрудничество с белорусскими спецслужбами он внедрялся в белорусские организации в вильнюсе передавал информацию в кгб а также белорусским пропагандистам сообщает белсад со ссылкой на собственные источники речь идет о мантасе данилиси который стал известен когда записал разговор секс бойцом полка калиновского и передал его на бт а мантасе данилиси известно что он знакомился с белорусами в вильнюсе как юрист и бизнес консультант на различных мероприятиях предлагал юридическую помощь также проводил тренинги по открытию своего дела одним из тех кому данилис помогал был бывший боец полка калиновского виктор савич данилис предложил ему записать видео интервью якобы для американского посольства а затем переслал его пропагандистки ксении лебедева который восхищался и которую называл полковником кгб кроме того данилис появлялся с комментариями на белорусском телевидении в качестве литовского юриста в данный момент он арестован и подозревается в шпионаже объединенный переходный кабинет заявил о подготовке к реализации плана перомога представители объединенного переходного кабинета собрались в варшаве в полностью обновленном составе для проведения ряда рабочих встреч на первом заседании был проработан оборонительный блок стратегии доработан план перомога определена степень его готовности к активации принято решение о начале подготовки населения к реализации плана к работе кабинета присоединились несколько действующих представителей правоохранительных органов в офицерском звании доработан план открытия учебных центров для участников мероприятий по восстановлению законности и правопорядка в беларуси а именно харук под руководством представителей кабинета александра азарова и валерия сахащика также к работе присоединилась представитель кабинета алина ковшик с целью ознакомления участников харук с национальной культурой и историей более подробную информацию можете найти в телеграм-канале объединенный переходный кабинет беларуси и сувениры из международных посылок признаны экстремистскими материалами открытка с изображением улитки с девочкой на спине и надписью там же тюрай де свободы край нашивки и наклейки с бело-красно-белыми полосками календарь немаучи по белорусску бело-красно-белый браслет с надписью живее беларусь и многое другое речь идет о вещах которые лукашисты изъяли из международных посылок всего экстремистскими материалами признали около 70 почтовых отправлений подтвердилась информация о задержании экс-депутата верховного совета павла знавца о том что мужчина может быть на окрестина стало известно 2 октября теперь информация подтверждена на провластном телеграм-канале связанные силовиками 3 октября появилось его покаянное видео ссылаясь на так называемых оперативников канал сообщил что павел знавец в 2020 году якобы посещал акции протеста а также придерживался экстремистских взглядов но в доказательство экстремистских взглядов павла знавца силовики видео продемонстрировали особо опасные предметы найденные у него при обыске это значок браслет пару белокрасно-белых лент и флажки белорусской социал-демократической партии в данный момент в беларуси это куда опаснее чем оружие как факт задержанный известный белорусский тиктокер радислав белоусов на канале силойков появилось его покаянное видео его обвиняют в участии в массовых беспорядках перекрытие дорог нагнетание атмосферы и призывах нарушать закон для тех кто не знает у белоусова более двух миллионов подписчиков в тиктоке при этом политический контент он никогда не снимал на этом все более подробную информацию можете найти у нас телеграм-канале подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии ведь это очень важно для продвижения видео в топ слава украине живи беларусь